Друзья, всем привет! Я сегодня выкладываю оперативное видео на несколько минут, чтобы рассказать и показать вам, где же найти ваш сертификат вакцинации на госуслугах, потому что некоторые вообще не представляют, где его взять и думают, что за ним нужно куда-то ехать. Сертификат вакцинации находится в вашем личном кабинете на сайте госуслуги. Вы можете зайти с ноутбука или с компьютера на этот сайт или со своего телефона. На самом деле все очень легко и просто. Самое главное, вам в сертификате нужно проверить, внесен ли заграничный паспорт. Дальше видео я все это покажу и расскажу, как проверить и как внести, как его подготовить для поездки. Для заграничной поездки он нам нужен в английской версии. Дальше видео я тоже покажу, как это сделать. Если вы путешествуете по России, то вам достаточно русской версии. Вот мы сейчас на главной странице сайта госуслуги. Я вам показываю с компьютера, но все то же самое можно сделать из телефона. Так, я вам приближаю. Вот видите, вот этот кружочек рядом со словом поддержка. Мы на него нажимаем. У нас выскакивает поисковая строка, в которой мы пишем сертификат вакцинации. Нажимаем на поиск. У нас тут все грузилось, грузилось. Ищем. И в поиске нам дает сертификат вакцинации COVID-19. Нажимаем. Я не буду показывать свои личные данные. Вот вы видите информацию. И если вам нужно скачать сертификат на русском языке, то под QR-кодом скачать сертификат в PDF. Нажимаете, его можно распечатать, можно отправить на почту или куда вам нужно. Но сегодня я рассказываю про сертификат для заграницы, например, для Турции, Египта, Греции. Нам нужен сертификат на английском языке. Прямо сверху страницы под словом вакцинация мы нажимаем на фразу сертификат на английском языке. Нажали. И все данные сразу у нас высвечиваются на английском языке. В видео я увеличиваю свои данные, да, чтобы не показывать все-таки информацию. И видите, написано National Identification Document, то есть это русский паспорт, он нам не так важен. И в англоговорящей, в англоязычной версии появляется International Identification Document, да, то есть это наш заграничный паспорт. Мы его обязательно заполняем, если он у вас не заполнен. Вот я увеличиваю данные, да, эту строку, где нужно проверить, внесен ли ваш заграничный паспорт. То есть рядом с этой строкой у вас будет номер вашего загранпаспорта. Если напротив этой строки никаких данных нет, номера вашего паспорта нет, то в верхнем правом углу вы ищите, где написана ваша фамилия с инициалами, нажимаете туда и ищите, где внести данные загранпаспорта. Я вот вам стараюсь все показать, вот этот кружочек в верхнем правом углу. Нажимаете на него, нажимаете слово обзор и дальше переходите во вкладку документы и данные. У вас загрузятся все данные, паспорт РФ, с НИЛС и ниже вы переходите и ищите, где будет строка под данные заграничного паспорта. Вот я вниз страницы прокрутила и видим дополнительные документы загранпаспорт. Вот если данные загранпаспорта у вас не внесены, вы вносите серию и номер заграничного действующего вашего паспорта. Если он у вас был изначально внесен, все хорошо. Если не внесен, вы его вносите и тогда он автоматически загружается в сертификат вакцинации. Иногда, в некоторых случаях, это может произойти не сразу, а через сутки. Такое тоже бывает, но последнее время загружается информация сразу. Также мы переходим в тот же сертификат вакцинации, да, как в начале. Ставим, что нам нужна англоязычная версия и загружаем PDF сертификат. Можно сделать скриншот QR-кода на свой телефон, но в некоторых странах бывают сбой систем, и я советую всегда распечатать этот сертификат, чтобы он был на бумажном носителе. Так как есть люди, которые очень сложно во всем этом разбираются, я, в принципе, тоже в каких-то моментах достаточно тяжело соображаю, я показываю все досконально. Вот я нажала загрузить сертификат, и вот он в правом верхнем углу загрузил, в правом верхнем углу загрузился, нажимаем открыть файл. Это если с компьютера, с телефона, все то же самое можно сделать. Нажали на сертификат загрузить, и у нас высвечивается сертификат сразу на двух языках. Первая страница будет на русском языке, спускаетесь ниже, и у вас загружается сертификат на английском языке. Проверяете, внесен ли у вас паспорт заграничный, да, то, что мы для чего это все и делали, и печатаете или отправляете себе на почту. Но, как я уже сказала, я всегда советую напечатать этот документ, чтобы он был в бумажном виде. Мало ли, что-то случается с телефоном, виснет, сам телефон может не быть интернета, чтобы вам не переживать, и всегда вы могли подтвердить вашу вакцинацию. В противном случае, если у вас не получится подтвердить, вам нужно будет ПЦР-тест сдавать, или вас просто не посадят на рейс. И я напоминаю, что меня зовут Таня, и я работаю в туризме. На моем YouTube-канале я вам делаю обзоры отелей и рассказываю важные новости или даю советы по путешествиям. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали, и оставляйте вашу обратную связь. Ну вот и все. Я надеюсь, что я понятно и подробно объяснила. В версии телефона у вас будет такой значок, что вы можете отправить этот файл либо себе куда-то, либо на почту для того, чтобы распечатать, или просто сделать скриншот и сохранить в телефоне сертификат англоязычной версии. Если у вас остались вопросы, то пишите в комментариях. Я всегда стараюсь оперативно на них ответить. До встречи в следующем видео.